В сердце дождевых лесов Амазонии разворачивается Великая битва. Молниеносным и неожиданным ударом противостоят терпение и мощь. И ягуар, и гайман, и залиты хищников. Они оба находятся на вершине пищевой цепи. Благодаря своим уникальным методам охоты, а главное — сокрушительным челюстям. Но здесь обет не дается просто так. Ягуару придется сделать сложный выбор. Каждый шаг может привести в смертельную ловушку, где поджидают острые клыки, которых не видно в мутных водах. Ил обеспечивает каймана идеальным прикрытием, пока зверь ждет шанса утянуть жертву на дно. Но ожидания тоже чреваты рисками. В безжалостной битве не на жизнь, а на смерть может быть только один победитель. Кто именно это будет? Вопрос, который в царстве животных возникает каждый день. Зубы большой белой акулы, острые как лезвие, и крепко стиснутые челюсти африканского льва. Загнутые клыки белого медведя и мощная пасть волка. Сокрушающая ярость гиены и цепкая хватка крокодила. Все всегда решается силой укуса. Самые мощные челюсти. В природе существует великое множество всевозможных видов укусов. За миллионы лет эволюции кости, мышцы и зубы превратились в самые разнообразные орудия убийства. Наиболее опасные укусы у созданий, в челюстях которых почти нет физической силы. Но есть кое-что другое. Химическое оружие такой силы, что оно может уничтожить жертву изнутри. Вот, например, бушмейстер. Крупнейшая ямкоголовая змея в мире. И одна из самых ядовитых. Эта змея улавливает тепло при помощи специальных сенсоров, расположенных между глазами и ноздрями, и может почувствовать жертву на расстоянии метра. После чего кусает ее, пускает токсичный коктейль по длинным полым клыкам, которые крепятся к челюсти, словно петлями. Затем бушмейстер проталкивает жертву в пищевод и желудок. Гадюкообразная смертельная змея, которую не спутать с другой из-за треугольной головы, может сутками лежать неподвижно в ожидании добычи. Но когда она нападает, ее бросок молниеносен. Она настигает жертву за 150 миллисекунд. Яд прибрежного тайпана один из сильнейших на планете. Одного укуса достаточно, чтобы убить 100 тысяч мышей. Острое зрение позволяет ему наносить серию укусов, мгновенно вызывающих судороги, паралич и внутреннее кровотечение. Он не оставляет жертве шанса выжить. Черная мамба скользит со скоростью 19 километров в час. Это одна из самых быстрых змей на Земле. Ее яд соответствует ее скорости. И мало найдется змей с таким же сильным ядом, как у королевской кобры. Длиннейший из ядовитых змей. В одном укусе ее клыков длиной почти полтора сантиметра может быть достаточно яда, чтобы убить слона. Хотя кобры предпочитают охотиться на своих собратьев. очевидно, змеи одни из самых развитых и самых удачливых убийц на планете. Но ради честности сегодняшнего разбора мы отставим в сторону химическое оружие и сосредоточимся на обычной силе. Кукушка-подорожник против гремучей змеи. Да, участники соревнований могут удивить. Родственница росомахи и барсука ласка – самый маленький хищник в мире. Ее длина всего 13 сантиметров, но мощность ее челюсти по соотношению к массе тела оказывается больше, чем у льва. Челюсти тасманийского дьявола, состоящие из мышц и губчатых, амортизирующих костей, могут перерезать металл. У этих известных своим злым характером хищников один из сильнейших укусов среди млекопитающих. Зубы горной гориллы, преимущественно травоядного животного, созданы для разжевывания плотных тканей растений, но по силе в два раза превосходят челюсти льва. А мощная пасть гиппопотама, раскрывающаяся на 60 сантиметров, сильнее львиной в целых три раза. Она может разрубить человека пополам. Но когда речь заходит о смертоносности челюстей, сила лишь одна из составляющих уравнения. Здесь встречаются Атлантический и Индийский океаны. Детеныш морского котика отплыл слишком далеко от берега. Прямо под ним, в глубине, крупнейшая хищная рыба в мире. Самые смертоносные обитатели океана, акулы, уже больше 400 миллионов лет терроризируют моря. Их ловкость, сила и уникальные сверхспособности позволяют им и по сей день оставаться среди самых удачливых убийц на планете. Большая белая акула. Средняя продолжительность жизни в природе 70 лет. Но только белая акула стала синонимом слова «челюсти». Шестое чувство. Электрорецепция. Детеныш морского котика может перехитрить этих убийц. Но рано или поздно мощь и скорость одержат верх. Белая акула выбрасывает свое тело над водой и сила в ее челюстях увеличивается. Они действуют так же, как пружины. Чем больше расстояние между ними, тем сильнее хватка. Ряды зазубренных зубов, которых может быть до 300, готовы содрать плоть с кости. Челюсти смыкаются за мгновение. И 1800 килограммов чистой мощи разрубают добычу пополам. И при этом белые акулы далеко не единственные челюсти в океане. Тигровые акулы не впиваются в добычу. А раз за разом отрывают от нее куски. Они не очень разборчивы в еде. И даже другие акулы могут стать их добычей. Но их любимое блюдо — черепахи. Эти толстые панцири не помеха тигровым акулам, чьи острые, как бритвы-зубы. С легкостью разрезают мягкую плоть. У тупорылых акул удивительные челюсти. Очень широкие, вмещающие 50 рядов зубов, что делает их особенно смертоносными. Верхние ряды сплошь зазубренные треугольники. Нижние — острые иголки. Когда они смыкаются, добыча оказывается в тисках, из которых нет спасения. при прочих равных условиях у тупорылой акулы самая большая сила укуса среди рыб. Но не среди всех морских хищников. Величайшие из хищных млекопитающих в океане прибыли к Алиутским островам Аляски. Косатки или киты-убийцы приплыли сюда для охоты на серых и горбатых китов. Косатки — крупнейший из живых созданий, которые хватают и разрывают добычу зубами. Но это не единственный их секрет. В их черепах помимо зубов, мышц и костей скрывается еще одно преимущество — крупный и развитый мозг. Охота на китов такого размера требует координации действий и хитрости. Охотники сжимают кольцо вокруг добычи, отделяя детеныша от матери. Объединив усилия, косатки удерживают китенка под водой и топят и топят его. Множество огромных челюстей, полных острых зубов, дружно разрывает тушу. у больших китов не было ни единого шанса. Пока крупнейшие хищные морские млекопитающие обгладывают добычу в море, на суше один из самых больших наземных хищников облизывается в предвкушении. Гризли, которые и сами прекрасные охотники сегодня с радостью оставляют грязную работу к осадкам. Но такая большая награда привлекает соперников. Прежде чем медведи примутся за еду, они должны установить иерархию. голод подгоняет их. И драки продолжаются, пока не победит сильнейший. Этот большой самец первым пройдет к столу. челюстей челюсти гризли могут раздавить шар для боулинга. Так что даже 30 сантиметров жира им не помеха. Форма черепа этих медведей придает укусам огромную силу. Обязательный атрибут чемпионов нашего рейтинга. белый медведь. У ближайшего родственника гризли, белого медведя, совсем другая форма черепа. Шея и голова у него удлиненные, идеально подходящие для ледяного царства. И не менее смертоносные. когда в Заполярье начинается зима, температура может опускаться до минус 84 градусов. Почти ничего не растет. И когда моря замерзают, эти чудовища могут приступить к охоте. у медведей очень острое обоняние. Они могут почувить тюленей почти за три километра. Этот тюлень ближе. когда добыча повержена, кривые клыки длиной с большой палец взрослого человека с легкостью разрывают жертву. Они острее, чем у других медведей. Мощные челюстные мышцы создают давление 8000 килопаскалей, как если бы вас придавило большим пианино. А необходимость набирать массу порой заставляет медведи охотиться на добычу крупнее тюленей. даже моржи и белухи не могут избежать медвежьих челюстей. В Арктике, где лишь у немногих есть все необходимое для выживания, надо есть все, что попадется. на морозном севере каждый день борьба со стихией и другими животными и все же стая арктических волков обязана выжить. Арктический волк В поисках пропитания волки могут пройти в день до 80 километров по замерзшим землям. Их путь через тундру приводит их к соблазнительной закуске. Но эти арктические зайцы собираются в большие группы и это дает им некоторую защиту. Не дает волкам напасть неожиданно. Столько драгоценных усилий потрачено зря. Теперь стае придется искать награду покрупнее. Но и риск будет больше. Схватка с овцебыком, который весит больше 300 килограммов непроста. Но в случае победы наестся вся стая. Для начала волки должны прорваться через ряд рогов. Чтобы довести бой до победного конца, волки ищут слабые места в линии обороны овцебыков. Создавая хаос и изолируя цель. Самый младший в стаде движется медленнее других. и представляет собой самую легкую добычу. Но его мать, беспомощно наблюдающая со стороны, еще привлекательней. младший младший стадо ушло. И у нее нет шансов. Давление в челюстях волков достигает 79 килограммов. Это самый большой показатель среди псовых. Клыки длиной 6 сантиметров легко прокусывают и хватают добычу. Множество сильных зубов разрывает мясо и ломает кости. Такое устройство челюсти встречается у всех псовых. во множестве вариаций. Серые волки, крупнейшие в мире, своими клыками вцепляются в добычу. Мощные пасти с удивительной легкостью ломают кости. На другом континенте их дальний родственник меньших размеров царствует в саванне. Шакалы размером с домашнюю собаку не полагаются лишь на силу челюстей. Они предпочитают подбирать остатки еды после хищников крупнее. Кривые зубы и длинные морды помогают им отбирать куски у соперников. гиеновидные собаки находящиеся под серьезной угрозой вымирания при этом являются одними из наиболее успешных хищников на континенте. Они контролируют площади в два раза больше Нью-Йорка и с легкостью могут пройти до 50 километров в день в поисках добычи. Когда добыча найдена они вцепляются в нее челюстями похожими на капканы и приступают к обеду еще до смерти жертвы. У подножия иерархической лестницы хищников время терять нельзя. Чем быстрее они едят тем меньше времени проводят на месте охоты и тем раньше могут уйти не сталкивая с хищниками больших размеров. Всего за несколько минут от добычи остаются только кости. Несмотря на внешнюю схожесть с псовами пятнистые гиены ближе к давним врагам собак кошкам. Они не самые быстрые их когти тупые и подкрадываться гиены не умеют. Главное преимущество самой тесной стаи Африки это взаимодействие. А еще у гиен невероятный череп. Верх инженерной мысли природы. Его строение позволяет гиене разжевать то, что другим не под силу. Большая голова и некрупные челюсти обеспечивают крепкую хватку. Массивные коренные зубы крошат кости. А сильные верхние и нижние резцы прокусывают шкуру. Как итог, гиены едят кости, шерсть, все, кроме рогов. Это одни из немногих африканских хищников, которые могут съесть тушу целиком. Среди плотоядных повелителей Африки в силе челюсти и мощности укуса гиены уступают лишь одному. Африканский лев. Их не зря называют королями. Ни один хищник не охотится на львов. Мышечная масса у них в два раза больше, чем у атлета тяжеловеса. Они развивают скорость до 64 километров в час. Размер, сила и смертельное оружие. львы могут убить любое крупное млекопитающее, живущее в Африке. Даже крупнейшие наземные обитатели планеты в опасности. Слоны могут пройти десятки километров в день в поисках еды, способной насытить их огромные тела. и порой забредают в опасные земли. Но хотя львы и предпочитают крупную добычу, охота на слонов — рискованное начинание. Львы выбирают самых уязвимых. подпрыгивая на три метра, они бьют острыми когтями. Но смертоносны именно их клыки. Львиная пасть раскрывается почти на 28 сантиметров, демонстрируя 30 острых как лезвия зубов и увеличивая силу укуса. Пятисантиметровые клыки, расположенные так, чтобы легко прокусить позвоночник, отрывают плоть от кости. Неудивительно, что укус львов один из самых страшных в саванне. Но если говорить о короле сильных укусов, этот титул принадлежит другим кошкам. Гепарды известны своей грациозностью и удивительной ловкостью. Гибкий позвоночник и уникальные мышцы позволяют им подпрыгивать на целых 7 метров и разгоняться до 100 километров в час. Но эти самые миниатюрные и быстрые из больших кошек Африки обладают смертельным укусом, сила которого эквивалентна 215 килограммам. Леопарды не могут соперничать с гепардами в скорости. И у них нет поддержки прайда. Они охотятся в одиночестве. По размерам леопарды в три раза меньше львов. Но они возмещают это силой и скрытностью. Это самые талантливые скалолазы среди больших кошек. И лучшие охотники из засады. Все их движения медленные, тихие. и удивительно точные. Их секретное оружие прыжок 3 метра в высоту и 6 в длину. И конечно сильный укус. В крупной голове леопарда скрыты челюсти с мощностью до 45 килограммов и клыки, которые могут моментально разорвать позвоночник, парализуя жертву. Благодаря этому леопард может поразить добычу почти в 4 раза тяжелее самого себя, а затем затащить ее на дерево высотой 5 метров. леопард 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 но в поисках действующего чемпиона всех больших кошек нам надо отправиться на другой континент. бенгаль бенгальский тигр чей идеальный камуфляж помогает ему скрыться в джунглях Индии изучает заросли в поисках пятнистого оленя аксиса бенгалы весом более 220 килограммов и длиной около 3 метров от головы до хвоста самые большие кошки в мире и укус у них соответствующий клыки длиной 10 сантиметров в два раза больше львинах и с давлением 450 килограммов с легкостью проникают в жертву которая гибнет моментально этим убийцам одиночкам охота дается легко но в том что касается хватки королям джунглей есть чему поучиться холоднокровный хищник идеально адаптированный к своей среде обитания нильский крокодил почти не изменился за 65 миллионов лет тяжелый как лошадь он достигает почти 6 метров в длину это самый большой крокодил во всей Африке он поджидает отчаявшихся и измученных жаждой животных его секретным оружием являются его вес и мощь спрятавшись в нескольких сантиметрах под поверхностью воды крокодил дожидается нужного момента а затем смыкает челюсти на теле жертвы с силой достаточной чтобы поднять пикап от безжалостных челюстей никто не ускользнет крокодил использует свою массу чтобы утащить антилопу гну под воду и добить ее там его закругленные зубы не позволяют разрезать плоть единственный способ разорвать тушу позвать на помощь крокодилы вонзают челюсти в мясо и вращаются в разном направлении раздирают тушу на части от добычи ничего не остается крокодилы съедают все включая копыта шкуру и кости такие бойни случаются не только в Африке в Австралии тоже хватает смертоносных созданий но узкорылые крокодилы практически возглавляют их рейтинг палящий зной джунглей приводит красных летучих лисиц к реке чтобы глотнуть воды им надо окунуться в реку никто не хочет быть первым ведь от крокодила не ускользнуть от его семидесяти острых как иглы зубов и характерной узкой челюсти узкорылый крокодил машина по уничтожению пищи но в битве за лучший укус будет лишь один победитель грибнистые крокодилы крупнейшие рептилии на планете грибнистый крокодил они весят более тысячи килограммов а их длина превышает 6 метров несмотря на огромные размеры их особенность молниеносные броски из воды максимальная скорость на суше 5 километров в час правда на суше прыткости не хватает у крокодилов удивительная сверхчувствительная кожа в Алабе знают слабость крокодилов они подходят близко но остаются за пределами досягаемости но рано или поздно они захотят пить крокодилы готовы ждать пока в Алабе медленно подбираются к кромке воды в Алабе выбирают лужи подальше от реки или неглубокие места где крокодилу негде скрыться но они не всегда бывают правы крокодил издалека замечает добычу и начинает бесшумную атаку он приближается не тревожа воду и бросается вперед со скоростью 12 метров в секунду не оставляя жертве шанса среагировать черепа черепа грибнистых крокодилов лучшее что по части укусов сотворила эволюция в длину они почти 80 сантиметров а в ширину 50 мышцы крокодилево черепа настолько мощные что выпирают по бокам десятки 13 сантиметровых зубов конической формы усеивают челюсти в нужный момент мышцы и зубы генерируют невероятное давление в 3 с половиной тысячи килограммов почти такой же как было у тиранозавра самые сильные челюсти среди современных животных неплохо для зверя который почти не менялся 65 миллионов лет но сила укуса это еще не все природа интересным образом уравновешивает силы на поле в царстве животных скорость ловкость хитрость или просто удача могут повергнуть даже самых подготовленных хищников что особенно удивительно в лесах амазонии крепкий кайман борется с бесшумным ягуаром одной из самых прекрасных кошек оба доминирующие хищники в джунглях парагвайский кайман обладает всеми орудиями которые делают крокодилов королями укусов включая разрушительные челюсти 74 зубами на стороне ягуара некрупная но мощная челюсть и 30 зубов а также самый сильный укус среди всех больших кошек включая даже тигров и у него есть все шансы победить крокодила одним движением хвоста кайман может утянуть ягуара на дно и продержать его там до 15 минут ягуар должен обезвредить каймана чтобы избежать его смертельного укуса или он утонет на суше утративший превосходство кайман быстро оказывается во власти челюсти ягуара доказательство того что природа полна сюрпризов быстрые мощные огромные острые и крепкие каждый день дарит новые возможности и показывает новые примеры самых мощных челюстей программа озвучена на студии Велес моих хорьс